Можно сколько угодно обсуждать и спорить, верить и надеяться на тему того, какие государства сильнее и влиятельнее ли Америка на весь мир, или Российская Федерация, или Европейский Союз, например. Но я хочу сказать, что в любом случае любая политическая программа, которая нацелена на то, чтобы размыть границы и из множества государств попытаться сделать как бы практически одно, это неминуемо ведет к агрессии, к войнам и к протестам. И поэтому я стесняюсь того, что я могу сейчас сказать какие-то очень наивные женские добрые мысли, но мне кажется, что весь мир будет богаче и спокойнее только в том случае, если действительно наши политики выберут какой-то путь сотрудничества и, может быть, даже открытых в какой-то степени границ, но при этом сохраняя народности, национальности и, самое главное, законы каждого государства, должно быть проявлено максимальное уважение к законам, потому что те люди, которые живут уже много-много лет в одной стране, и они считают себя гражданами России, Франции, Италии, совершенно любого государства, они в любом случае поддерживают философию и вообще стиль жизни в этом государстве. Потому что те, кто категорически против, они либо уезжают в другую страну, делают все возможное для того, чтобы эмигрировать, либо являются какими-то противниками, что тоже не есть хорошо. И, вы знаете, людям очень свойственно все обсуждать, вот раскладывать на какие-то малейшие нюансы, спорить. Но, тем не менее, те, кто стоят у власти, они должны учитывать, с одной стороны, мнение народа, но в то же время понимать, что самое страшное, что может случиться, это только смерть и болезни, и действительно тогда, когда плачут дети, плачут женщины и остаются без своих мужей. Поэтому я исключительно за мирное решение всех вопросов и обогащение всех стран методом сотрудничества.